Приветствую друзья! Меня зовут Алексей. Сегодня я покажу вам как я восстановил проводку на мотоблоке. Ну и в целом расскажу о ней. Загорелась проводка. Давай сразу отключать клеммник максимально. Все остановилось. Пожар удалось избежать практически, но силовая линия проводки вышла из строя. В итоге, как показало следствие, что у меня случилось. Плюс провод вот он был, лежал, соприкасался с выхлопом. Эффектом электрической проводки моего мотоблока является вот такой вот аккумулятор фирмы форса. Наши днепровские на 50 ампер часов. Вот, что здесь? На минус установлен вот такой вот клеммник. То есть закручиваем, питание есть. Откручиваем, питания нет. Ну довольно таки удобно и относительно надежно, потому что такие штуки, они как правило хренового качества продаются. Вот, провода плюсовой и минусовой у меня обернуты в стекло. Такую вот трубку, трубку стеклоткани и, как видно, я их так заворачивал специально, чтобы они не прикасались к коллектору, глушителю. Вот, ну что, в прошлый раз, когда у меня сгорела проводка, проблема была вызвана тем, что плюсовой провод вот так вот притулился до коллектора. Сгорела изоляция и он коротнул. Вот, поэтому как бы над ошибками я поработал. Вот, видно плюсовой провод, он заходит вот так вот. Вот у меня коробочка, так сказать, распределительный щиток, к которому я, у меня здесь две клеммы, как бы синяя, красная, красная, понятно, все плюс, здесь все минус. Ну и видно, вот, проводочки заходят. Так как провода многожильные, использовал специально вот такие вот втулочки, обжимные, чтобы не раздавливать болтами многожильный провод. Итак, минусовой у меня с аккумулятора зашел сюда, потом идет сразу же на двигатель, вот видно он подключается к этому болтику. Все провода я зажал вот такую вот оплетку, вот она, такая вот спиралевидная, довольно-таки удобная, ее можно размотать как надо, замотать, в случае если нужно докинуть еще какой-то проводок, ее можно разобрать и быстренько все это сделать. То есть в случае с какими-то там цельными трубками этого сделать не получится, так просто. Вот, плюс, ну понятное дело заходит, тут пошел, да, также у меня идет вот проводка на стартер. Здесь также идут провода с генератора на реле заряда, и уже с реле заряда вот еще проводочки пошли уже сюда на заряд аккумулятора. Вот, из интересного, так, получается здесь я просто приварил такую вот трубку, шину небольшую, и на нее прикрутил двумя болтами коробку, то есть вот эту распределительную. Коробочка обычная бытовая, ну, фирмы Schneider, вот, то есть основной критерий, по которому я ее выбирал, она должна быть герметична. Ну, она герметична. Плавать мне нельзя, конечно, но от дождя спасает. Здесь у меня пошли провода уже на рулевую колонку, я их еще не закрепил, надо будет сюда прикрутить. Что касается рулевой колонки, здесь у меня есть целый ряд приборов. Сейчас я включу вот, вот все у меня. Аппаратура моя включена. Что тут? Датчик давления масла, он, ну, это индикатор давления масла, он не по шлангу подключается, а именно проводами. Но я его еще пока не подключил. Вот, здесь у меня установлен термометр, сейчас он показывает 9,2 градуса. Термощуп включен в ребро блока цилиндров. Вот, посажен там на термопасту. Градусник этот, ну, потом я о нем расскажу. Здесь у меня тахометр. Вот, показывает обороты маховика двигателя. А здесь бортовое питание, собственно, 12,5 вольт. Так, тут у меня выключатель, даже не буду говорить, чего, он все равно не работает. Вот, и не подключен. А это, собственно, стартер. Зажали, он погнал. Ну, сейчас не буду включать, потому что сувка будет гавкать. Вот, проводов довольно-таки много сюда идет. И для того, чтобы вот эту панель можно было отсоединять безболезненно, вот, я установил сюда вот такой вот разъем. То есть, вот, легким движением руки я отключил все это дело. Разъем этот знаком людям, которые заглядывали когда-нибудь внутрь компьютера своего. Это разъем семейства Molex, если мне память не изменяет, Minifit. Конкретно называется Minifit. Вот, у него 24 контакта. Есть больше, есть меньше. Ну, мне вот 24 подошло. Так, здесь уже, как видно, вся эта разводка идет. И вот, так же я их тут попрятал, как много. Здесь крепежик напечатал на принтере. Вот, и получается, снизу подсоединяем. Это довольно-таки все легко делается. Так, сейчас, одной рукой неудобно. Вот, поставил там, защёлочка есть. И всё. Впоследствии здесь сделаю небольшой козырёчек, или вообще оберну всё это в корпус маленький. И будет всё красиво. Вот. Ну, вкратце так. Получается, что ошибки, предложения, замечания я учёл, да, с предыдущего видео. О том, в котором я показывал, как у меня сгорела проводка. Стеклоизоляция. Это защита, по сути, от того, что от перегрева может изоляция провода пострадать. И здесь, собственно, уже такая довольно-таки жёсткая намотка. Потому что, чтоб не перетёрлось. Да, вот как-то так. Так, в основном, проводка осталась без изменений. У меня есть другие видео, в котором я показывал и схему принципиальную. как, что, куда, чего я подключал. Ну, естественно, без приборов. А, и тут ещё вот у меня отдельно провод. Я его, правда, только восстановил и не засовывал ни в какие дополнительные термоизоляции. Это провод. Вот он идёт. Вот датчика тахометра. На вот этой вот хрени заводной установлен магнит. А этот датчик определяет, сколько раз этот магнит вокруг него проехал. Здесь вместо масляной заглушки, вот в этой части стояла такая маленькая пробочка, через переходник установлено два датчика масла. Этот контрольная аварийка такая, или аварийная контролька, кому как удобно, которая просто зажигает лампочку или тушит её, когда всё в порядке. Не знаю, от каких-то там жигулей, возможно. А это датчик непосредственно давления масла. Вот, ну пока что-то я не очень разберусь, как мне его подключить нормально. Там всего лишь один вывод. А вот здесь у меня контактов побольше. Это КАМАЗовский индикатор давления масла УК-170. Вот. Если у кого-то есть опыт в плане подключения этой стулки, то поднимитесь, пожалуйста. Пока что я знаю, что здесь я подключаю. Плюс сюда провод от датчика. Вот. Но когда я его включаю, он почему-то сразу показывает 10 атмосфер. И когда начинаю нагнетать действительно давление, ну чуть-чуть выходит за эти 10 атмосфер. То есть стрелочка поднялась. И потом она, когда газует, чуть-чуть ещё. Ну, естественно, это всё туфта. 10 атмосфер здесь нет. И даже зимой быть не может. Вот. Да, я знаю, что датчик на 24 вольта. У меня на порту 12. В принципе, меня это не смущает. Но он должен, по идее, показывать от 12 вольт. Интересно, кстати. Может быть, этот косяк вызван тем, что на него идёт всё-таки 12 вольт. А может, он и не чувствителен к этому всему. Ну, в общем, как-то так. В общем, как-то так. Всё. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик, дабы не пропустить следующие видео. В следующих видео я расскажу о конкретно этих двух приборах. Почему выбрал именно их. какие есть подводные камни, сложности, особенности, трудности. Потому что нельзя так просто взять и подключить тахометр к мотоблоку на дизельном. С дизельным двигателем. Также, что касается градусников, то это не простой китайский градусник. Довольно-таки интересная модель, которая способна действительно выдержать всю ту температуру, которую может нагнать вот тот ГБЦ. Потому что у дизеля нормальная температура работы, именно у дизеля, который с воздушным охлаждением, в частности, вот этот вот 178-й двигатель, вот она свыше 100 градусов, она существенно выше 100 градусов. То есть его нормальная температура работы порядка 140. Вот. Ну и попробуйте найти градусник электронный, который выдержит, который покажет температуру выше 120. Ну и вас ждет разочарование. Вот. Я нашел такой градусник. Где я его нашел, расскажу. Ну и, в общем, дальше будет. Сейчас я покажу, как работает тахометр.